Добраться до деоккупированных населённых пунктов Луганской области сейчас очень непросто. Дожди, обстрелы и тяжёлая военная техника сделали дороги непроходимыми для лёгкого транспорта. Мы приехали в село Невское Луганской области, где сегодня проживают около 60 мирных жителей. Российские оккупанты пытаются ежедневно вновь завоевать этот населённый пункт, но ничего у них не получается. Украинские военные дают достойный отпор противнику. Здесь нет ни магазинов, ни аптек, поэтому купить всё жизненно необходимое здесь попросту негде. Дважды недели полицейские приезжают сюда и привозят свежий, только испечённый хлеб. Первое место, куда сегодня наведались полицейские с хлебом в двор Екатерины. Женщина живёт одна. Муж умер три года назад. Совсем пытается справляться самостоятельно. Говорит, война очень сильно мешает вести хозяйство, которого и так уже почти не осталось из-за частых обстрелов. «Собаку одну убила, другую контузила. Теперь она боится, меня сторожит. Сгорело много кур, ещё много обгорело, но живые кое-какие остались. Ну и до сих пор снаряд под полом лежит. Сказали, чтобы я не ходила туда. Перевела кур в другой сарай и один вообще разбила. Попала прямо во двор». Екатерина не собирается эвакуироваться, как и оставшиеся здесь жители. Говорит, не может бросить животных. Да и покидать родной дом не хочется. Отвлечься от войны женщине помогает работа в огороде. Нам показывает свой двор. «Вон, видишь, нет ни окон, ничего. Первый раз прилетела вон туда. Там у меня собаки были. Тут воронка небольшая осталась. Туалет, баня, сараи были. Всё разбило. И я начала разбирать завалы. Всё целое было. И глина была, и мазаная была. Короче, я насчитала вокруг меня 14 воронок». За хлимом выходит и соседка Екатерины Зоя. Её дети эвакуировались, а женщина осталась присматривать за хозяйством. «Садили картошку. Сажали картошку, помидоры. Корова была. Буквально вчера продали. Свиньи, куры, утята». «Эвакуироваться не надумали?» «Нет, не надумали. А чего мы будем бросать своё?» Невская была в оккупации с 3 марта по 28 октября прошлого года. За это время местные жители пережили набеги войск, самоназванной ЛНР и регулярной российской армии. Людей обворовывали и выселяли из домов. «Россияне селились в дома. Гребли одеяло, подушки, кастрюли. Самоназванная ЛНР первая зашла к нам. И они тянули всё, что могли. Одеяло у детей моих забрали, и генератор, и КАМАЗ забрали». «То есть и технику даже вывозили». «Да, и технику. Особенно КАМАЗы. Прицеп у сына забрали от легковой машины. Им же нужно было оружие возить, снаряды. Бытовую технику они грузили и отправляли домой». Сейчас местные жители боятся снова оказаться в оккупации. Говорят, россияне усилили ракетные обстрелы населённого пункта. Так, за последние два месяца в селе появилось около сотни новых воронок от авиаударов. «Ракеты летят. До обеда и ночи вчера летели. Ну ничего, держимся». Вместе со своими жителями продолжают оставаться в селе и первый заместитель Краснореческой военной администрации Виктор Зазуля. Он организовывает раздачу гуманитарной помощи, развозит хлеб и медикаменты. Чиновник не может оставить людей одних в такой трудный период. «Мы были в прошлом месяце. Что поменялось за этот месяц?» «Более напряжённо стало. На сегодняшний день больше обстрелов стало. Людей осталось столько, сколько и было. 68 человек. Никто не выехал. Так и есть. Никто не хочет. Отказываются от эвакуации. Много у людей хозяйства. Не хотят его бросать. Сейчас распродают его. Может, и повыезжают». Российские войска продолжают свои попытки полностью оккупировать Луганскую область. Сейчас всего лишь около 5% региона остаётся под контролем украинской армии. Всю неделю были очень тяжёлые бои на Сватовском направлении. Сейчас ситуация несколько усложнилась, потому что противник делает всё возможное, чтобы захватить какие-то новые территории, понимая, что наши силы готовы к контрнаступлению. И в некоторых местах даже продвигаются. Противник это видит. Очень усилились обстрелы сейчас. Особенно наших населённых пунктов. Тех, которые находятся на линии соприкосновения. Только за прошедшие сутки 20 атак наземных было и 11 авиационных ударов. Слава богу, что обошлось без человеческих жертв и без ранений. Разрушены дома. Правоохранители фиксируют. Я думаю, что их мы восстановим. Главное, чтобы не были потеряны человеческие жизни. Из-за российской агрессии территорию Луганской области покинуло около 320 тысяч местных жителей. А в деоккупированных Невском, Грековке, Макеевке и Новолюбовке остаются всего около 130 человек. Анастасия Волкова, Артём Воронин. Из Луганской области. Для телеканала Freedom.